Здравствуйте и добрый день! Мы с вами продолжаем изучать книгу Раби Ишимшина Довида Пинкуса «Врата молитвы». И сегодня новые врата, которые мы начинаем, которые называются ЦАКА – Крик. Но вместе с тем я хотела бы сказать несколько слов по поводу прошлых врат, о которых мы говорили в прошлый раз, который называется «Вопль», «Шава». И после этого урока, который проходит здесь, у меня есть другой урок позже, тоже в Тулдот, по воспитанию детей. И в прошлый раз мы говорили про то, что у каждой мамы случаются такие моменты, когда она чувствует, что она теряет контроль над собой, и ситуация выходит у нее просто… она не знает, что делать, или дети не слушаются, или она устала, и она просто чувствует, что еще немножко, и будет тут катастрофа. И мы разговаривали с мамой, что можно сделать, чтобы предотвратить это, или уже если мама обнаружила себя в такой ситуации, что она может сделать для того, чтобы ситуация не стала еще хуже. И одна из мам сказала такую вещь, можно много пробовать, но я знаю, одна вещь точно всегда помогает. И все у меня спросили, а что всегда помогает? И она сказала, когда мне плохо, я чувствую, что все, сейчас будет крик, сейчас я начну кричать, и я говорю, Всевышний, помоги, иначе я не выживу. И Всевышний, помоги, иначе тут никто не выживет, никто не выживет, и мои дети тоже не выживут. И она говорит, это всегда помогает. И это очень здорово, то, что она сказала, потому что это точно относится к молитве вопль, которую мы говорили в прошлый раз, что человек говорит Всевышний, если ты мне не поможешь, я не выживу, если ты меня не спасешь, и все, нет, нет другого пути. Это действительно всегда помогает. Я благодарна той маме, которая сказала это на том уроке, это всем было здорово услышать. И мы приступаем сейчас к изучению новых врат, который называется ЦАКА, КРИК. И приводит Раф Пинкус цитату из книги ШМОТ. Речь идет про то, когда евреи были в Египте, и они вздыхали от тяжелой работы, и они начали кричать Всевышнего. И несмотря на то, что говорят наши мудрецы, ведь Всевышний обещал Аврааму, что он выведет евреев из Египта, он обещал, что это будет рабство на определенный период времени, они будут там вечно в таких условиях жить. Тем не менее, Всевышний ждал, когда они сами будут кричать, чтобы он их спас. И до того, как они не начали кричать, у них не спас. И пишет Раф Пинкус. ЦАКА, КРИК. Когда эта молитва подходит, какой ситуация, когда человек, настолько у него сердце переполнено, или душевной болью, или просто необходимостью, срочностью того, что происходит, или слишком это многогранная проблема, он не может высказать то, что он чувствует. Всегда такое бывает, когда человек переполняет эмоции, если это положительные эмоции, то человек тоже не всегда находит слова, как это выразить. Иногда человек начинает смеяться, или улыбаться, смеяться от радости, и не понимая, что смешного, ничего смешного нет. Просто это такое выражение хороших эмоций, то, что у человека его сердце переполнено. Но и то же самое происходит, когда человек сердце переполнено тревогой, или страхом, или волей, или чем-то тяжелым, что давит ему на душу, на сердце. Он не может подобрать слова, он не знает, как сказать. Именно для таких ситуаций подходит этот вид молитвы, который называется КРИК. То есть, говорит Раби Иуда, пишет Равпинкус, что какой-то крик, это крик в сердце, не крик, который бы услышали другие вокруг люди. Нет, это только крик в сердце. И эта молитва ближе к Всевышнему, чем любая другая. Так говорит Раби Иуда. Амар Раби Брахья Бышааша, амара Кадош Барухуля Шмуэль Нахамти. Тут Равпинкус приводит отрывок из книги Шмуэля. Мы открываем книгу Шмуэля. О чем идет речь в книге Шмуэль? Мы в прошлый раз говорили о том, что пророк Шмуэль прибыл в дом царя Давида для того, чтобы помазать его на царство. Почему? Ведь так царь Шмуэль был еще жив. Он являлся царем в Израиле. Из-за этого потом разгорелась такая непростая ситуация между Давидом и царем Шмуэлем. Почему царь Слихаб между Давидом и царем Шаулем? Ведь он был полноправным царем. Что произошло? Произошло то, что была война с Амалеком. И Всевышний сказал через пророка, сказал Шаулю, чтобы он уничтожил весь народ и не оставил никого. Потому что это враги еврейского народа. Всегда они ищут способ, чтобы уничтожить еврейский народ. Нет у них никаких непреград, никаких доводов, ничем невозможных образумить. Или ничего они хотят только уничтожить еврейский народ. Поэтому было однозначное указание от пророка Шмуэля царю Шаулю уничтожить всех во время войны и никого не брать в плен. Но царь Шауль, он был очень скромным человеком и необыкновенной души, душевных качеств. Его приводят в качестве примера для подражания действительно очень высокого нравственного уровня. у него был необыкновенный человек. И он не смог уничтожить всех. Он пожалел. И кое-кто остался жив, и остался жив Агак. И царь, и, простите, пророк Шмуэль говорит царю Шаулю. Так сказал Всевышний. Ваид ва расшем эль Шмуэль ламор. Обратился Всевышний к пророку, чтобы передать эти слова царю Шаулю. Я сожалею, что я назначил Шаулю царем над Израилем. Потому что он, царь Шаулю, выполнил то, что я ему приказал. И стало очень больно, очень тяжело, очень страшно, очень не по себе, очень тяжко. Вейхар мы находим еще в одном месте, где в книге пророка Йоны, когда он пришел и передал пророчество жителям города Нинвэ, и после этого ему было очень плохо, потому что жители Нинвэ вернулись к Всевышнему, они справились с своей пути. И он понимал, что это не очень хорошо для еврейского народа, потому что они не справились с своей пути. И Всевышний спас город Нинвэ, а евреи теперь находятся по-прежнему под страхом гнева Всевышнего, из-за того, что они до сих пор не вернулись к Нему. И он вышел в открытое место, в поле, ему было жарко, и Всевышний вырастил над ним растение кикоин, а на следующий день это растение завяло. И он очень мучился от жиры, пророк Йона, и тоже там написано «Айтефхаралеха». Так обращается Всевышний к пророку Йони. «Ты очень зол, ты очень рассержен, тебе очень не по себе из-за того, что это растение погибло. Ты пользовался этим растением только один день, а я люблю и вырастила этот целый город, который я спас». То есть говорится здесь о том, что пророки, они не просто посланники, которые несут свое слово народу, они переживали и они страдали вместе с народом. И мы возвращаемся к нашей теме, к пророку Шмуэлю, который говорит со Всевышним. И продолжает, он потом должен передать эти слова царю Шаулю. И поскольку Всевышний сказал пророку, что он сожалеет о том, что он назначил Шауля на место царя, и он, скорее всего, отнимет у него эту привилегию быть царем над еврейским народом. И пророк Шмуэль страшно, ужасно расстроился, ему было очень тяжело, ему было не по себе. И он кричал Всевышнему всю ночь. И говорит Рафпинкус из всех видов молитвы, ведь это был пророк, он имел почти неограниченные возможности разговаривать с Всевышним. И, конечно, у него было много способов, как обратиться к нему, как объяснить ему, как передать ему свои доводы, ощущения, слова, как доказать, как поговорить. И тем не менее он, пишет Рафпинкус, он отодвинул, да, мысленно, он именно остановился на этом способе, потому что цака – это самая близкая молитва, и которая всегда принимается Всевышним. Потому что эта молитва ближе всего к небесам. Тут Рафпинкус переводит мнение мудрецов. Каждый из них открывает какой-то новый аспект, в чем интересна, чем необыкновенна именно молитва, которая называется цака – крик. Просто крик. «Амар Раби Йуда, кдулаца Акашу, курая кзар диношель Адам и кольямав». Сказал Раби Йуда, велика или мощна, мощна – это молитва, крик, что она разрывает кзар диношель Адам и кольямав, что как будто на человеку есть предназначение, или у него есть суд над ним, или ему начертано прожить жизнь каким-то определенным образом, и крик, он может порвать это предназначение, то есть человеческая жизнь может измениться кардинальным образом. Раби Йудхак Амар, кдулаца Акашу, шемушелит, алимидат один шельмала. Мнение другого мудреца сказал Раби Йудхак, велика или мощна молитва, крик, что она властвует над миросудом высших миров. Да, мы знаем, что Всевышний сотворил мир таким образом, что есть две меры, которые осуществляют контроль над этим миром, это мера суда и мера милосердия. И крик, он сильнее меры суда в высших мирах, так сказал Раби Йудхак. Раби Йоси Амар сказал Раби Йоси, кдулаца Акашу, шемушелит, бауламазе, бауламаба. Сказал Раби Йоси, велика или мощна молитва, крик, что она властвует и в этом мире, и в будущем мире. Бешвильца Ака, нохель аадам, бауламазе, бауламаба. И благодаря молитве, этому виду молитвы, человек может получить и этот мир, и будущий мир. Дехтик, как написано, ваи цакой ла шем бе царлаем им цукутем и целем. Вейны, нитбэйры нян шуа шава шица как дула. Раби Йоси разращается тут к прошлому виду молитвы, о которой мы говорили на прошлый раз, это предыдущие врата, которые называются шава. И там тоже мы говорили, что это молитва, что это крик, а в чем же разница? Шава шица как дула истерия, хайну коровлящи гаон без заката бакаша. В прошлый раз Раби Йоси назвал, что шава, мы назвали это вопль, это похоже на истерический крик, когда человеку очень плохо, он почти теряет контроль над собой, страха или ужаса, или тревоги, или волнения от той ситуации, в которой он находится, и он начинает кричать, то, что ему приходит в голову, он не подбирает слова какие-то специальные, то, что ему приходит в голову, он начинает кричать. А Рафинкус упоминает еще раз такой момент, что, конечно, не надо, чтобы слышали люди вокруг, это только речь идет о душе человека, о его внутреннем разговоре со Всевышним. Люди, которые находятся внутри, чтобы им не стало не по себе, от того, что человек идет себе как-то странно, или делает какие-то странные движения. Нет, все должно быть только внутри. Но человек стоит в молитве перед Всевышним, и он понимает, что любая жизненная ситуация, в которой он находится, она может в любой момент измениться. Если человек посмотрит, оценит то, где находится, любая жизненная ситуация, может сказать, что человек работал, потерял работу, он был в дом, может потерять дом, не дай Бог. Ох, человек, да, уже и речь не говорит о каких-то природных стихиях. Но любой человек с маломальским жизненным опытом понимает, что ни одна ситуация не вечна, и все может измениться в одну минуту. И не только речь идет о естественных, казалось бы, природных явлениях, но также Рафинка вспоминает, что у каждого человека есть дурное начало, которым в один момент может человека отбросить в другую сторону и смутить его, и привести его к тому, где бы он не хотел находиться. Так в чем же разница, говорит Пинк Рафинклус, в чем разница между воплем и криком? И там, и там, казалось бы, это крик, в чем же разница, и какой вид молитвы это, и какой вид молитвы это. И он приводит пример такой Рафинклус, он может что-то сделать, чтобы его спасти. И он, что он делает? Он видит его человека, он начинает ему кричать, смотри, помогите, спасите, да? Что-то такое начинает ему кричать, чтобы тот обратил внимание, чтобы посмотрел, чтобы обернулся, чтобы оглянулся, чтобы убил, что происходит, тут бандиты, и он один против всех. И тот человек не оборачивает, не расслышал, не обратил внимания. И что тогда делает тот, на кого нападает? Он теперь будет кричать. Но просто крик, не какие-то слова выражающие, он просто уже настолько ситуация усугубилась, что у него уже нет времени подобрать, что кричать. Он просто будет кричать. Так это два вида молитвы. Первая молитва, когда человек может еще подобрать слова, и он даже что-то будет, что-то бессмысленно или бессвязно, но неважно, он что-то такое говорит, что-то кричит, какое-то выражение есть его мыслей, это будет вопль. А второй крик, это будет крик, это будет царка, это когда у человека уже нет никаких слов, нет никаких слов, есть только крик. задумается, он поймет, что вся наша жизнь, более-менее, это постоянная летопись таких ситуаций, где человеку нужно срочно на помощь Всевышнего, и тогда он будет кричать. И хорошо, если человек время от времени будет пользоваться одними или двумя этими способами обращения молитвы к Всевышнему, только внутри, не снаружи, только внутри. И когда человек обращается к Всевышнему таким образом, пишет Рав Пинклс, И нету человека моментов света и моментов на самом деле правды и истины и понимания, что на самом деле происходит в его жизни и настоящего света, как эти моменты, когда он так кричит Всевышнему. И нет у тебя молитвы, которая так любима и так близка к Всевышнему, как эта молитва. И это немножко странно, ведь когда человек кричит, ему плохо, ему страшно, как же Рав Пинклс пишет, что это время света, это не время света, это время, можно сказать, большой тьмы, большого ужаса, большого страха, больших страданий человеку, причем уже тут время света. Однако есть такой момент, что когда человеку очень больно и очень плохо и он кричит Всевышнему, именно там он находит Всевышнего, именно в тех моментах Всевышний с ним. И он может почувствовать, как Всевышний близок к нему, как он спешит к нему на помощь. И это моменты света в его жизни. Мы сказали, что цаака, второй вид крика, это без слов, но не обязательно, что это совсем без слов. Он выводит пример Ильяу Нави, пророка Ильяу, когда он тоже пользовался этим видом молитвы, и только кричал, он говорил То есть пророк Ильяу, он говорил ответни Всевышний. То есть он повторял, повторял это все время, ответни, ответни, и это он кричал. То есть если человек не выражает каким-то образом свои мысли, но он говорит, какое-то слово он кричит, или что-то одно он кричит, повторяя, 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 это тоже будет эта молитва цаака, крик. И нет разницы, если он кричит какое-то слово, или он кричит анани, анани это ответни, или он кричит как шуфар. Шуфар, знаете, что такое шуфар, это Роша Шаналь, им пользуется, это бараний рог, который трубит в Роша Шаналь в Новый год для того, чтобы пробудить сердца, для того, чтобы пробудить сердца и вернуться к Всевышнему. И рассказывается, это хасидская история, рассказывает, что однажды в Роша Шана собрались много людей в синагогу и молились, и пришли много уважаемых людей, и много ученых людей, и молились Всевышнему, и был переполнен Беткнессет. И поскольку не все тогда были грамотны, были евреи, которые не умели молиться, но они тоже старались прийти в Йом-Кипур или в Новый год, они тоже старались прийти в синагогу, чтобы участвовать в молитве или отвечать только Амэн, если они не умели читать. И даже те, кто жили далеко, все равно приходили в еврейские общины. И вот в один из таких дней Роша Шана пришел, когда уже началась молитва, и все были погружены в молитвенники, вдруг открылась дверь, и зашел туда молодой паренек, он был пастух, он не умел молиться, и у него даже не было молитвенка, он все равно не умел читать, но он пришел с собой и принес с собой рожок. И он увидел, как люди молятся, и как они стараются, и сколько сил, и сколько душевных чувств они вкладывают в это. Ему тоже хотелось, но он не умел, он не знал как. И он тогда взял рожок и стал дуть в рожок. Это то, что он умел, больше он ничего не умел. И это был такой резкий звук, всех вздрогнули, обернулись и сказали, ты что не понимаешь, в рожок, в синагоге, ты что в поле, ты что тут стадо коров, ты не соображаешь, что ты делаешь, убирайся отсюда, как ты можешь себе позволить так себя вести, это святое место, это синагога. Его выгнали на него, рассердились все и накричали, и выгнали, и он ушел. Но потом Рэбе рассказал ему и сказал, что он видел во сне, что не принимали молитву этой еврейской общины, не принимали, врата были закрыты, и он не знал, что делать. Он тоже молился, но видел, что врата закрыты, не принимается его молитва. А что помогло вот этот вот рожок этого пастушка, этого паренька, который даже не умел читать. Потому что это шло от самого чистого сердца. Это была самая чистая, простая, без слов молитва. И именно она, она достигает небес. Равпинкус объясняет, что очень частая молитва отца Ака, вот эта молитва, крик, когда она подходит человеку, когда настолько ему тяжело, что он даже не может начать молиться, он просто не может. Иногда это может быть из-за того, что слишком тяжело, слишком все навалилось, слишком все страшно, слишком все ужасно, и он не может начать молитву, он себе места не находит. И второй момент, почему может быть, что он не может начать молиться, потому что он чувствует, что он настолько отдалился от Всевышнего, настолько между ними целые галактики, между ними, между Творцом, как он, он не представляет себе, как он может вообще приблизиться и начать с ним говорить. Он не может. Это слишком, слишком фантастическое расстояние между ними, между Творцом. Он не может. А валь-Ат-Изнахали мандавардуми. Но послушай, пишет Трофингу, послушай, на что это похоже. На что это похоже? На похоже человека, который пошел искать клад. И взял лопату, взял кирку, взял карту, и он пошел искать. Он знает, что там был пират, который 200 лет назад зарыл сундук с сокровищами, с сокровищами, с золотыми монетами, с дорогими, с драгоценными камнями. Он пошел искать. Он точно знает, что это там находится. И он роет вокруг, вокруг, и снова, и слева, и когда там ночью, полночью падает тень, от дерева, от ветки, все это он... и он не находит. И вдруг в какой-то момент его лопата ударился, что-то твердое. И он говорит себе, он говорит себе, какая-то тут твердая земля, что-то лопата, я пытаюсь, пытаюсь, нет, нет, что-то все время ударяется, что-то... Не буду я здесь искать. Слишком тело, я пойду искать там, где мягкая земля. Зачем мне тут стараться? Я пойду искать там, где мягкая. Говорит Равпинкус, ты не соображаешь, что ты делаешь? Говорит Равпинкус, ты не понимаешь, что ты делаешь? Если у тебя лопата не идет, так ты добрался до клада. Так ты теперь не отступает от этого, пока ты его не выкопаешь, пока ты его не сможешь собрать, тебе унести домой, не отступает этого ни на место, ты пойдешь искать, где мягкая земля. Зачем? И точно так же пишет Равпинкус и о том, что мы говорим. Если ты находишься в такой ситуации, что ты как немой, ты нем, ты не можешь открыть рот, ты не можешь ничего сказать, настолько все плохо, или настолько тяжело, или настолько далеко тебе кажется, как я могу вообще что-то сказать. Вот твой клад, он перед тобой, не отходи от него. Самая-самая любимая, самая красивая молитва, крик, вот она перед тобой. Ты можешь кричать без слов, или кричать одно слово. Циакат Анани, ответь мне. На этом кончаются врата под названием Циакат, и мы продолжаем новые врата, которые называются Стинания. Приводит Равпинкус цитату ваишмай луким и услышал Циавышний их Стинания. Наака и маше дихти ваишмай луким и наакатам. Мы фареш расшит цаакатам, ванилады наака, ина лошон тфила байкара, эла баэтцем лошон гниха, ва цаакам, и робби сурим. И Стинания, это не только Стинания, это тоже, когда человек схлипывает, или он стонет, или он вздыхает. И пишет Равпинкус, у нас, среди мудрецов, нет в чистом виде такой молитвы, потому что человек, когда он так себя ведет, он не имеет в виду образца. Это просто естественное выражение боли или неудобства. Даже тут, когда он приводит цитату из книги Шмот, не написано, что они Стинали Всевышнему. Не написано, они просто Стинали, это так человек выражает тяжелое свое состояние. Как раненое животное, которое издает такие звуки. Или как человек, который стонет, когда ему тяжело, он несет какую-то тяжелую ношу, и он стонет. Или когда ему очень тяжело, и у него он очень сильно страдает. И так человек себя ведет, даже когда он один. Не то, что ему так плохо, и он стинает, чтобы привлечь внимание, чтобы кто-то ему помог. Нет, даже человек сам по себе, когда никого нет вокруг, он так себя ведет, потому что это естественное выражение и он очень сильно страдает. Говорят нам мудрецы. Это правда, что так человек себя ведет просто потому, что ему плохо, и он даже ничего не имеет в виду. Но говорят наши мудрецы, это может быть молитва. Это только если человек обратит внимание, кому он стенает, и тогда просто вздох, или просто это будет молитва. И так Всевышний создал природу человека, что когда ему плохо, он кричит, или он стенает, или он схлипывает, или он какие-то издает крики. И он просто делает это неосознанно. Такова природа. Для чего? Для того, чтобы и так, и точно так же ведут себя животные, да, для чего? Потому что все-таки это может им помочь избежать каких-то страданий, что услышат их и придут им на помощь. Человек кто-то услышит, кто-то прошел мимо, кто-то услышал из окна. Потому что кому-то плохо, может быть, надо подойти и спасти этого человека. А в любом коше линьян есть лавин, зод, шебе, мейт, кольца, акаши, бауламбе, мецута, мецит и цакатвила. Но Биштраф Пинкус на самом деле в корне этого творения, которое называется стенание, или вслипывание, или вздох, или то, что в корне этого творения это лежит, что это обращение ко Всевышнему. Потому что любой нормальный человек, или даже любое животное, любое живое существо вообще, когда ему плохо, он хочет, чтобы его спасли, он хочет избежать этих страданий, он хочет находиться в месте, где ему будет хорошо, где ему будет спокойно, где ему будет безопасно. И это в корне его души, даже он это делает неосознанно, но в корне его души находится это обращение ко Всевышнему, чтобы он его спас. Потому что кто может спасти человека, или любое живое существо, когда ему плохо, только Всевышнему. И даже сам человек, который так себя ведет, и так стенает, он сам не знает, к кому он обращается, просто это у него так получается. Но в корне этого явления это стремление человека к тому, где есть совершенство, где есть покой, где ему будет хорошо. Но почему же, в конце концов, это находится среди других видов молитвы? Потому что человек, даже что у него это вырывается спонтанно, все равно он может обратить внимание и направить это в душе, в душе направить это ко Всевышнему. Лемаша Лемадова приводит Равпинку с историей, которая случилась с Раввей. Равпор Хлейв Лейбович, когда он был маленьким ребенком, он был маленьким мальчиком, и он что-то делал, какую-то шалость, что-то он отворил, что-то разбил, или что-то он сделал, что родители на него рассердились, его наказали. И он стал плакать. И тут увидел его отец, что он плачет, у него слезы льются, и тем не менее он взял сидур, взял молитвенник и стал молиться. И его отец спрашивает, почему ты берешь мыль, почему ты начинаешь сейчас молиться? Он говорит, ну я так плачу, я уже все равно плачу, так почему же мне не взять молитвенники, не начать плакать Всевышнему? Я могу, по крайней мере, использовать эти слезы для того, чтобы обратиться к Всевышнему, у него что-то попросить. И это, пишет Равпинкус, это именно этот момент. Человек так или иначе, он уже стенает, он уже вздыхает, ему плохо, он вздает какие-то такие звуки неосознанно. Так почему бы это не направить туда, куда это действительно по природе вещей должно быть направлено? И это, пишет Равпинкус, жалко, если эти стены или эти слезы будут просто так падать на землю, и если человек обрабатывает это к небесам, то у него нет лучшее время, что веим это демоот и аннахот в табоан, а табоиот הב�аот олено, в аль курахину, в церах, има йаломи воргалиот. Если человек это обрабатывает в молитву, то это будет, пишет Равпинкус, и жемчуг и бриллиант это будет не просто будет так падать на землю и уходить в пространство это будет очень дорогая вещь. Жалко это будет просто потерять, чтобы это просто упало на землю, ведь можно это поднять и это может порвать то плохое что было предназначено человеку и иногда на самом деле человеку кажется что и что-то плохое в его жизни есть и это никак не изменить и от этого никак не уйти но очень часто бывает что именно это плохое если он умеет если он он заслужил это превращается в что-то очень хорошее в его жизни во время войны был один мальчик который был очень страшный ожог на ладони ему сделали пересадку кожи и обычно кожу берут и у того же самого человека чтобы лучше срослась и взяли у него кожу из другого места взяли у него кожу и где 40 мест где не выросли волосы и получилось что у него на ладони после как сара проросся этот кусочек кожи на место на новое место получилось что на коже у него росли волосы и на ладони это странная вещь такая ужасная даже Чудовищное, можно сказать И, конечно, будучи мальчиком, он часто получал И слышал насмешки, и насмехались И смеялись, и издевались его сверкники Потому что это такая ужасная вещь, и не бывает такого Но что потом произошло? Потом началась война Их город тоже был оккупирован немцами И его сестру, которая нашла по улице Было только самое начало оккупации Ее схватили и притащили в гестапо И он это увидел издалека И хотя он был еще, он был только подросток Но он не испугался Ну, может быть, он испугался Но все равно страх за жизнь сестры был сильнее Он ворвался туда и встретил офицера, который был там И он стал ему кричать, чтобы они выпустили его сестру И этот офицер, он просто рассмеялся над ним Ему было забавно, что такой мальчишка Он тут прибегает, и что-то он кричит И что-то просит, требует, умоляет Просто смешно И он ему так смеясь сказал У тебя прежде вырастут волосы на ладони Чем я выпущу твою сестру И что он тогда сделал Он раскрыл ему свою ладонь В ней на ней росли волосы И этот немецкий офицер в ужасе закричал И сказал, убирайся отсюда И забирай свою сестру, чтобы я вас не видел Таким образом он был спасен Таким образом его сестра была спасена И эта вещь, которой он страдал все свое детство Именно она помогла ему в тяжелую минуту Сказали нашему децю, после разрушения храма Все небеса, все врата молитвы были закрыты Но только врата слез не были закрыты Врата слез, они открыты всегда для нас Точно так же, как они были открыты во время храма Когда человек находится в момент страдания В тяжелый момент для него У него, так или иначе, он вздыхает Или он стинает, или он склипывает Он должен это обращать к небесам Потому что по природе своей Эти все звуки, это все, что человек так или иначе произносит Это все на самом деле по природе вещей Обращено к тому, у кого спасение все Человек может приучить себя к этому То есть такие моменты, когда он слышит Таком-то, что с кем-то случилась беда С кем-то кто-то заболел Или с кем-то случилась какая-то неприятность И его сердце сжимается Ему очень горько, ему страшно За того человека, с кем это произошло И так или иначе он вздыхает Слышит человек то, что с кем-то с тем произошло несчастье И он, ой, какой, надо же, да Так человек реагирует Тут же минуту пишет тропинку Чтобы человек взял, собрал это чувство Это сострадание, это сожаление Это горе, которое есть у него Сочувствие думать человеку Чтобы тут же он направил как молитву Для того, чтобы спасти того человека Тут, ров-пинкус, есть небольшая сноска Которую он пишет несколько вещей Полезных и важных для того, чтобы мы это знали Знали Ров-пинкус, такой вещь На самом деле Этот момент, о котором мы говорили Он есть в разных своих формах В очень многих вещах В многих моментах, которые мы встречаем в жизни Что очень простые, каждодневные И обыденные вещи Могут в раз стать Необыкновенными, необыденными А возвышенными, необыкновенными Каким образом? Он пишет Один, например, он работает на фабрике одежды Или он моделирует одежду Или он продает Каким-то образом он способствует тому, чтобы у людей была одежда Кто-то другой занимается тем, что он производит продукты питания Или он работает на складе Или каким-то образом И в лаборатории Работает на фабрике Связанное с изготовлением продуктов питания Так или иначе Человек Он способствует тому, чтобы у людей была еда И правда, на самом деле Человек работает там Почему? Потому что это его работа Потому что он получает там заплату Рудет Вот там работает Но если он подумает о динамет И обратить внимание Он поймет, что действительно он работает Потому что в конце концов Ему нужен заработок Он должен приносить Препитание себе и своей семье Но в конце концов Он делает так Чтобы у других людей Была еда Он делает так Чтобы у других людей Была одежда Или у них не могли безопасно ездить Или они каким-то образом получали Они получают что-то хорошее Из-за того, что он делает Человек может подумать о том Что он Несмотря на то, что он получает деньги То, что делает Но он обязан таким образом Устроен мир Но он в конце концов Делает добро с другими людьми И когда он занимается своей работой Он получит в конце месяца Свою зарплату Но он занимается своей работой Каждый день приходит на работу Он что-то делает для других людей Он делает с ними хэссет Он делает с ними акт милосердия Что таким образом Благодаря его работе У них что-то будет Чего у них раньше не было И это большая заповедь То есть небольшая мысль Небольшая мысль Она превращает обычные Каждодневные Рутинные действия Во что-то Имеющее большое Внутреннее значение И у этого есть очень много Разных видов Эта идея Она может принимать Различные формы Но так или иначе Она берет Прах и камни И песок Вращает это в золото И в жемчуг И мудрый человек Он обратит Возьмет о себе на заметку В связи с этим Можно привести Историю основателя Организации Хаздэй Науми В Израиле Здесь есть большая Огромная благотворительная Организация Которая называется Хаздэй Науми И она занимается тем Что Раздает бесплатно Продукты питания Неимущим людям Особенно Вдовом Особенно сиротом Но и также Очень многим Имущим людям И кто ее основатель Ее основатель Рабьосев Он когда Он был маленьким Мальчиком Он тоже был сирота Они жили С мамой С другими детьми В каких-то Совершенно ужасных Чудовищных условиях И очень часто Он шел Спать голодный И один из таких Ночей было холодно И было И у них не было Еды Ничего У них не было Дома Мама не могла Ничего дать Хотя она видела Что дети Голодные Он лежал И он думал О тех всех Голодных детях Которые есть Тоже В мире Кроме него Которые есть На его улице Которые есть В его городе И он сказал Он сказал себе Я обещаю Себе Что я Когда вырасту Буду Стараться Чтобы ни один Ребенок Ни один Ребенок Ни одна Вдова Не пошли спать Когда они голодны И он И он Он вырос На самом деле И он Это касается Не по их воле Но человек Который Имеет Внутри Душевные силы Он может Взять То что сложно В его жизни То что плохо В его жизни И превратить И это именно Как И источник Милосердия И источник Добра Для Очень многих Других Людей В том городе Где Жил Рафпенкус И там Тоже жила 20 лет назад И Одна пара У которых Не было детей А и прошел Шел год После свадьбы И два И три И четыре И пять И шесть И восемь И девять И У них Не было Детей И Обратился Однажды К этому Молодому Человеку Обратился Рафпенкус И спросил Его Они встречались Они были знакомы Они Каждое утро Молились В одной синагоге И Жили в одном районе Он его спросил А ты молишься? Тоже Он Ну конечно Молюсь И я молюсь Моя жена Молится Конечно Ну уже 9 лет Но у нас Поехали И Дело было В одном Небольшом Южном городе На юге Израиля Они поехали В сторону пустыни В сторону Ирухама Они ехали Минут 40 И пришли Приехали В место Где Была пустыня Пустыня Негив И никого Не было Вокруг И он Сказал Рафпенкус Теперь Ты здесь Выходи Теперь Ты здесь Молись Ты можешь Кричать Тебя Никто Не услышит Никто Не услышит Можно Кричать Можно Изойтись Криком Никто Тебя Не услышит И он Его Оставил И сказал Что через 40 минут Он Приедет И он Приехал Через 40 минут И Видит Тот Сидит Такой Грустный Такой Никакой Он сказал Давай Попытайся Еще раз Я За тобой Приеду Через 40 минут И он Снова Отъехал На машине Оставил Его Одного И он Вернулся За ним Опять Через 40 минут И когда Он Посыл На него Он Понял Что Он Действительно Использовал Это Время Где Где Он Был Один Где Была Только Он Была Пустыня И Себя Себя Ведет Но Тем Немене В тот Момент У него Была Такая Возможность На самом Деле Кричать Потому Что Никто Не Был Вокруг В радиусе Многих Километров И У них Родилась Двойня Сейчас Им 18 Лет Они Живут В нашем Городе И Замечательные Дети У них Сейчас Много Детей И Это Было Именно Тогда После Той Ночи Когда Он Остался Совсем Один В Пустыне Я Желаю Вам Чтобы У Вас Было В жизни Много Света Много Счастья И Много Поводов Радоваться И Благодарить Всевышнему И Когда Мы Вздыхаем О Ком То Другом Будем Помнить Направлять Эти Мысли Небеса Всего Добра